Люблю, спаситель, книгативные слова, любви твоей читать. Дорогие братья и сестры, чтобы нам понимать, о чем молиться, Господь положил на сердце мне сегодня вместе с вами немножечко посмотреть в историю. Уже брат Женя читал сегодня о церкви. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали и немного обратили внимание на учение о церкви. Потому что церковь Иисуса Христа – это мы. Потому что церковь Иисуса Христа ожидает встречи с Ним. И когда в мире сгущаются тучи, церковь молится, но готовится к встрече с Иисусом Христом. Потому что прежде всех печальных событий, Господь возьмет церковь свою для встречи на облаках. Мы верим в то, что до всех тех печальных событий судов, которые будут в мире, церковь будет взята. Пример мы имеем в Ветхом Завете. И Енох был взят даже до постройки, которую Ной строил, Ковчега Большого. Потому что мы видим прежде гибели города Содома, Бог вывел Лота, семейство его выводил. И вообще это принцип Божий, чтобы ответить на просьбу Авраама, будет ли праведник страдать вместе с беззаконниками. Поэтому это ответ. Я хочу вместе с вами прочитать сегодня, чтобы мы обратили внимание снова на учение церкви. Мы посмотрим саму библейскую историю создания церкви, замысел Божий. И немножечко, может, и нашей истории, чтобы нам понимать, как нам жить, о чём нам молиться сейчас. Потому что молитвенные служения наши, они должны быть конкретными. Давайте прочитаем вместе, внимательно, Евангелие от Матфея, 16 глава. И мы прочитаем с 13 стиха. По 21. 16 глава Евангелия от Матфея, с 13 по 21 стих. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Пётр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Пётр, и на всем камне я создам церковь мою, и брата ада не удаляют её, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, это будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, это будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Друзья, мы хорошо знаем эту историю, мы хорошо, и мы часто читаем эти места, но давайте немножечко пройдёмся вместе с учениками. Ученики вместе с Иисусом Христом пришли в страны Кесарии и Филиппов, в местность. Это север Палестины, это место возле горы Ермон, откуда вытекает Иордан, и там есть селение. Тогда это был город, отстроенный одним из императоров, украшенный, потому что рядом была гора, откуда вытекала очень чистая вода ледниковая. Это был исток Иордана. Я не знаю, почему Иисус Христос выбрал, чтобы открыть учение о Церкви, открыть о создании Церкви именно в истоках Иордана. Может быть, чтобы запомнилось лучше, может быть, чтобы поняли, что как Иордан имеет начало, так и Церковь имеет начало. Скорее всего, какой-то он символ, потому что после молитвы, где он долго был в молитве, потом он пришёл туда с учениками в страны Кесарии и Филипповой. Там и зелено было, и не очень жарко было, потому что гора Ермон покрыта была ледником, и летом вода тает, и вытекает там два таких ручья. Ручья, которые сливаются, начинается река Иордан. Но именно в этом истоке реки Иордан, он решил открыть начало истоки Церкви. И начал с того, что спросил учеников, а ученики же среди людей. Когда Христос проповедовал, когда Он кормил, они ходили среди людей, разносили хлебы, они всегда были среди людей. И поэтому Он их спросил, за кого люди почитают Меня. И ученики слыхали, ведь люди это говорят. Люди делились в разных ситуациях, и каждый высказывал своё мнение об Иисусе Христе. И мнения были разные. Одни за Иоанна Крестителя. Думали, что это Иоанн Креститель. Вот он в таком изменённом виде, может быть, воскрес даже, после обезглавливания. Другие за Илью. Илья прославился могуществом, силой. Они видели в Иисусе Христе силу, которая стекала с Него, исцелялись люди. Он делал чудеса, и Илья делал чудеса. И поэтому думали, может, Илья уже пришёл. Ведь обещал-то Бог, что придёт Илья. То есть, из отрывков знания прошлого, люди создавали впечатление о настоящем событии, об Иисусе Христе. Иные считали, что это Иеремия пришёл. Почему? Потому что Иеремия бесстрашно проповедовал, смело проповедовал. Он то пророк, но это было давно. Они думали, что он воскрес, пришёл. Они верили в воскресение мёртвых. Также были те, которые говорили, ну, мы не знаем, но это один из пророков. То есть, у людей было разное мнение. И ни одно из мнений не было правильным. Друзья, наши мнения очень часто бывают неправильными. Нам кажется, что мы правильно понимаем, правильно оцениваем. Но даже видя Иисуса Христа, даже соприкасаясь непосредственно с Ним, даже слушая Его, у людей не было ни одного правильного мнения. Потому что за кого бы ни почитали они Его, оно было неправильным. Ну, мы видим, тогда Иисус Христос спрашивает учеников. Он их собрал, говорит, а вы за кого почитаете Меня? И тогда Пётр говорит в 16 стих. Симон же Пётр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Короткая фраза. Друзья, на слово «Христос» – это помазанный Мессия. Это пришедший с неба. Это тот, которого ожидал Израиль. И Сын Бога Живого, говоря «Сын Бога Живого», это значит, что Пётр признавал Иисуса Христа за Бога. Потому что сущность всегда наследует сущность. У человека, у детей человека тоже в человеке, да? Сущность всегда наследует сущность. И так устроено. И поэтому, признавая Иисуса Христа Сыном Бога Живого, вы помните Евангелие Теана, когда Христос говорил о том, что Он – Сын Бога Живого, то иудеи за камни хватались. Как ты, человек, себя Богом называешь? Назвать Сыном Бога Живого – это значит признать божественность Иисуса Христа. И это было на самом деле. И Пётр тут вот перед всеми заявил вот это «Ты, Христос, Сын Бога Живого». То есть Он сказал абсолютную истину. И тогда Христос говорит «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти крову, то есть не люди, не мудрость ихня тебе это открыла». Открыли тебе это «Но Отец Мой, Сущий на небесах». То есть, Пётр, ты получил откровение от самого Бога. Тебе Бог это открыл. Увидеть правду об Иисусе Христе, тогда это было откровение от Бога. И туда Христос говорит «И я говорю тебе, ты Пётр». То есть, имя твое «Камень», Пётр – это камень в переводе. Наверное, видели такой характер Петра, каменный, так его назвали. Может быть, родители хотели, чтобы он был, когда его называли Петром, ну, такой, знаете, твёрдый характер, постоянно, было постоянство какое-то в нём. И он говорит «Ты камень». Но, друзья, обратите внимание, Христос говорит «И на всем камне я создам церковь мою». На каком? На том, которое открыто было Петру, на Иисусе Христе. Потому что создавать церковь Божию на Петре, который будет во дворе Каиафа отрекаться, который будет клясться и божиться, что «я не знаю тебя», это было несерьёзно. И хотя Христос сказал, что вот у тебя имя такое, ты Пётр, на всем камне, вот то, что тебе открыто, может быть, друзья, я представляю себе, может быть, Христос, стоя среди них, показал вот на всем камне, может быть, Он показал так. Знаете, эти фотографии не делали, не снимали, не рассылали туда снимков, как было. Но я могу только представить, что Христос не мог сказать, указывая пальцем на Петра, на семь камня. Потому что это был ненадёжный камень. Это был камень, который ещё нужно было готовить, трудиться. И этот был камень такой, как и остальные камни, из которых созидается тело Христово. Друзья, тело Христово, Пётр пишет, этот же Пётр и пишет, сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Вторая глава, первое послание. Вы помните эти слова, да? Поэтому Пётр и всех называл живыми камнями. Но Христос сказал, «На всём камне я создам церковь мою, и врата Ана не отдаляют её». Друзья, вот здесь много книг. В последнее время я заметил, знаете, в каждое время время требует каких-то особых разъяснений. Вот были 60-е годы 20-го века, 1960-е годы начались, и интересно, был большой интерес, хотя уже были церкви, которые там претендовали на знание о Духе Святом, но был большой интерес к теме Духа Святого. И в мире очень много среди христиан было написано книг в 60-х годах о Духе Святом. Очень много. Каких? И тогда Билли Греем писал, многие другие до него писали книги. И сейчас я смотрю, очень много книг, которые в те годы написаны были о Духе Святом. Был интерес к работе Духа Святого. Были правильные, были неправильные, но это был интерес к этой теме. Я обратил внимание, что в последнее время большой интерес к теме церкви. И я имею нескольких авторов, известных авторов, нескольких книг, которые так и называются, «Церковь» или «Церковь Ееустройство», или «Вселенская церковь». То есть смотрю, что в последнее время тема церкви, она интересует людей, потому что именно церковь будет взята. И стали богословы просматриваться, «А что же такое церковь?» Иисус Христос говорит, «На всем камням я создам церковь мою». И это не здание. Мы говорим, называя иногда здание, где собирается церковь, церковью называем эти здания. Но, друзья, это не здание, церковь. И я хочу сегодня не на лингвистику, знаете, обратить внимание, что это клезия, это избранные, это выбранные и так дальше. Это да, всё так. Но, друзья, это слово новое. Это слово не было в той форме в Ветхом Завете. Церковь Иисуса Христа в Ветхом Завете была тайной. Об этом и пишет апостол Павел. Она была тайной. То есть, Израиль ожидал Мессию, Христос пришёл к своим, свои должны были принять, они не приняли, а он пришёл спасти всех. Апостол Павел пишет Тимофею послание, и в первом послании, во второй главе пишет, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Господь ко всем пришёл, но не все спасены. И даже те, которые именуют себя христианами, они тоже не все церковь. Поэтому, если говорить о церкви, это то создание, которое называется в Писании, в Новом Завете, называется, ну, многие, и дом духовный, сложенный из живых камней. Но мы видим, что основное её название это тело Христово. Тело Христово. И поэтому первое послание к Орынгинам в 12 главе говорится о дарах вначале, а дальше о самом теле, взаимосвязи в этом теле. Друзья, дорогие, церковь Иисуса Христа это организм, это не организация. И Христов говорит, я создам церковь мою, и врата ада не удаляют её. То есть он предполагал, что врата ада будут пытаться её удалять. И мы видели в истории с самого начала, что действительно всесторонне дьявол старался атаковать церковь. Но только Христос сказал и рассказал о значении церкви, о том, что церковь будет, ну, Пётр один из первых апостолов, кто проповедовал, кто умер за Христа. Он даже сказал, что будут иметь некоторые ключи. Об этом богословы спорят. Друзья, но это не так важно даже для нас с вами, потому что просто заявлено о большой ответственности тех, которым поручено строить церковь. Знаете, вы пришли в дом молитвы и уйдёте, а есть люди, у которых есть ключи от молитвы на дом. Вы прошли, если они не открыли, то вы не зайдёте. Если открыли, вы зайдёте. Поэтому, друзья, говоря о ключах, Христос имел в виду, что апостолам дано будет право созидательное. И поэтому даже в послании к Ефесианам написано о том, что учение наше построено, то есть мы стоим на основании учения апостолов, Иисуса Христа учения и апостолов. Вот на чём мы стоим. Вот поэтому и Христос сказал Петру. Но тут же он переходит к теме, впервые открывает тема своего страдания. с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Представляете, в Иудее, в Израиле открыть истину, что Христос и есть ответ на все желания Израиля с древнейших времён, значит в представлении евреев было, помните ученики спрашивали, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилю. Они ожидали, что Мессия придёт и восстановит царство. Они ожидали, что Мессия придёт и наведёт порядок, освободит от этого римского ига. Теперь народ израильский будет иметь восстановленные территории, восстановленное царство. Всё в храме будет восстановлено, как должно было быть и так дальше. Ведь понятие Мессии вкладывали евреи в восстановление всего могущества в отношениях с Богом и так дальше. И у них возникло такое было желание. Когда Христос говорил даже о страдании своём, вы помните в других местах, тут же Мать сыновей Заведеевых, она там где-то кушать пронесла ученикам, наверное, сыновьям, может быть, хлебчиков пронесла, ещё чего-то, морорыбки. Она услыхала, что Христос говорит, идём в Иерусалим, и там меня убьют. Но она не поняла, идём в Иерусалим, она сразу же подошла и говорит, когда сядешь на престоле, моих сыновей, одного справа, а одного слева посади. Ученики услыхали и негодовали. В другом месте сказано всё, Иоанна, ну, её сыновья подошли и сами просили, можно мы сядем справа и слева? А Христос знал, куда шёл. Он знал, кто будет на кресте справа и слева. Помните, да? Он говорит, а здесь вы сможете чашу пить, которую я буду пить, будете справа и слева. То есть ученики не понимали. Вот это непонимание ситуации. И поэтому Христос сейчас же показал, что Он создав церковь свою и я думаю, им было открыто, что это будет некоторое особое создание. В Откровении 19 главе сказано 7-8 стих «Наступил брак Анса, жена приготовила себя». Это церковь. Это все народы, все спасённые будут воскресать «Славьте Бога! Аллилуйя! Славьте Всевышнего! Славьте! Почему? Наступил брак Анса! Друзья, но Христос им открывает с того времени Иисус начал открывать ученикам ему должно идти в Иерусалим. Они это запомнили. В Иерусалим. Ты Христос Сын Бога Живого. И В Иерусалим значит нечто будет там особенное. Но Христос говорит и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. Это была тайна, это загадка была. Это не могли вместить. И Пётр услыхал быть убитым в Иерусалиме, он тут же сразу говорит да не будет с тобою этого. Стал прокословить. Да ты шо? Да че? Да неужели? Ты Христос Сын Бога Живого. Бога Сын, ты Бог. И ты будешь убит? Друзья, а Христос шел, Он заявил о церкви и шел основать церковь в Иерусалиме. И значит, чем основала церковь? Помните вы деяние апостолу в 20 главу 28 стих, когда апостол Павел собрал еферских просветеров, не всех верующих, просветеров собрал и с ними беседовал и им объяснял, объяснял, как строится церковь. И он сказал, итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти кого? Церковь. Обратите внимание, пасти церковь Господа и Бога. Пасти, он поставил вас пасти, то есть кормить. Пасти это не бить, не бичевать, пасти это кормить, кормить, вести, направлять церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе чем кровью чьей своей. Апостол Павел знал, церковь приобретена кровью Иисуса Христа. Поэтому сразу же после заявления о том, что он создает церковь, он сразу же заявил, что в Иерусалиме его убьют. И он воскреснет. вот эту линию, что этот камень, который будет положен в основание, апостол Петр потом в первом послании во второй главе, вы помните, как он об этом камне говорит, 1 Петра 2 глава. Давайте сначала даже прочитаем вторую главу. 1 Петра 2 глава. «И так отложивши всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы воздебите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили то благо Господь, приступая к нему, Господу, обратите внимание, камню живому, человеком отверженному, но Богом изданному, драгоценному, и сами как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, на сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Это тот камень, на который указал Христос, на всем камням. Вот этот камень, Иисус Христос, и верующий в Него не постыдится. На этом камне создана церковь. И он как раз и говорил, почему он идет в Иерусалим. Потому что создавать церковь можно только из возрожденных людей. Друзья, возрождение дает только Господь тем, что спасает уверовавших. Господь спасает уверовавших. И мы видим, друзья, что верующий в Сына имеет жизнь вечную. Несколько раз это почему-то писает. Сам Христос говорил. Иоанна 6, 47 об этом написано. Он снова возвращается к той мысли. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. А вера в Иисуса Христа и есть рождение свыше. Ефесианом 1 глава 13 стих. Это очень интересный стих. В нем и вы, услышавши Слово истины, благоествование вашего спасения и уверовавши в Него, что запечатлены обетованным Святым Духом. Духом. Услыхали весть о спасении, уверовали и запечатлены. Вот путь возрождения. Услыхали Слово, прочитали Слово, уверовали в Него, уверовали в Иисуса Христа. Спасены и запечатлены. И поэтому Церковь Иисуса Христа у нас состоит из людей возрожденных. Это не те, которых назвали христианами и вы уже Церковь. Нет, друзья, она состоит из людей возрожденных. И она рождается Духом Святым. Это первое послание Коринфянам. Вы хорошо помните. 12 глава. Первое послание Коринфянам. 12 глава. 12 и 13 стихи. Потом 18 и 25. Мы все не будем читать. чтобы нам понять сегодня, как же в Церковь, кто же поселяет, кто же вводит в Церковь. Здесь написано, ибо как тело одно, 12 главы 1 Коринфянам, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Обратите внимание, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Вот как человек пальчик это я, рука это я, глаз это я, ухо это тоже я, все тело мое, друзья, одно тело, одна задача в рук, другая задача в ног, третья задача ушей, глаз, четвертая задача, но это одно тело, он так и Христос, вот обратите внимание, вот так Христос, и поэтому дальше он пишет, ибо мы, ибо все мы, транс тихих, одним духом крестились, то есть погрузились в одно тело, иудеи или енины, рабы или свободные, и все напоены одним духом, то есть уверовавших он ввел в одно тело, духом святым погрузил в одно тело, хотя мы порознь, и поэтому 18 стих, но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно, он расположил нас, не на скамейки рассадил, как ему было угодно, тут мы садимся кому где удобно, Рома любит в конце сидеть там всегда, в том уголочке в четверг, друзья, а другое, он расположил тело, и дальше мы прочитаем как, но смотрите, все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или енины, рабы или свободные, и все напоены одним духом, кто бы мы ни были по социальному происхождению, кто бы мы ни были по национальному происхождению, мы напоены одним духом. Когда мне было 50 лет, я как раз в скорости был в Америке, в Сакраменто, там запорожцы устроили вечер поздравить с 50-летием, и за моим столом сидел черный человек, абсолютно на черный, абсолютно, но он христианин, он знал язык уже наш немного, ему переводили, и вы знаете, я за вечер почувствовал, что тот самый дух, который во мне, тот самый дух и в нем. Мы разного цвета, тела, мы разные по национальности и даже по положению, я предсвитер уже был, а он, я забыл, каким-то, где он работает, мне говорили, но мы, друзья, я ощутил, духом мы абсолютно братья, потому что мы напоены одним духом, мы пели одни псалмы, мы радовались одними тем же местам писания, которые говорили, пожелания говорили, и меня остался в памяти этот черный брат, он брат в Иисусе Христе, знаете, и он радовался, он потом обнимал меня, потому что он брат в Иисусе Христе, во Христе мы один дух имели, хотя мы разные, об этом и пишет апостол Павел, и 18 стих, но Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно, то есть, друзья, не все пресвитера, не все диакона, не все хористы, а если хористы хотя бы все были, не все регента, и так дальше, то Бог расположил, Бог вложил, Бог дало дары такие, кто-то способен к этому, кто-то способен, некоторые способны понимать, молиться и знать, кто-то способен замечать новых людей, приветствовать их, и приглашать, и так дальше, то есть, каждому Бог дал свое, не все одинаково, и мы читаем 25 стих, «дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о другое». Вот для чего мы в одном теле, братья и все члены заботились одинаково друг о другое. И если мы узнаем, что член церкви в Запорожье, но другой по местной, не на культурную девять, например, а вот на Таврической, 73, да, мама Дима Матюхина попала в больницу с ковидом, поражение легких процентов установили, и он позвонил, молитесь. И вы знаете, Бог ложит такую же абсолютно нужду в сердце молиться, как если бы это из нашей церкви кто-то попал. Точно так, точно те же чувства. Если что-то с кем-то случается в другой по местной церкви, у нас возникают те же самые чувства. Братья и сестры, в чем сила церкви, что это не просто набор, список людей, а это те, которые погружены Духом Святым в одно тело, что Бог расположил членами каждой состава тела, как ему было угодно, и что 25 стих, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Интересно, да, когда мы члены церкви, когда мы члены одного тела, братья и сестры, если болит зуб с левой стороны, я же не скажу, но справа же не болит, пусть болит с левой стороны, или болит нога, ну не рука, пускай болит, нет, где бы ни была боль в теле, она всегда всему телу забота, да? Всему телу забота. Чтобы не болело в нас. Всему телу забота. И если мы люди возрожденные, если мы люди, которые являются частью этого тела, мы не можем быть равнодушны к страданиям, к чьим-то, живущим по другому адресу. Даже если в другой поместной церкви нашего Запорожья. Друзья, вот это очень сильное. И когда мы читаем эту 12 главу, мы видим, как важно вот 26 стих. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Когда сегодня во время обеда в одной студентке позвонили, что ее дом там на востоке, попал снаряд, и в доме дырка. Я не был там. Мне рассказали. И она говорит, так что мне назад ехать некуда. И знаете, мне в сердце легла боль, скорбь. я не знаю, я не знаю этой сестры, я не знаю этого адреса, но у нее печаль, попал снаряд в ее дом. В доме вывалило дыру, куда ей ехать. И стало печально, стало больно, потому что мы в теле одном. Хотя мы не знаем друг друга, хотя мы не видим друг друга. И вот это чувство сострадания, которое Бог вложил в каждого из нас Духом Святым, это присуще живой церкви. И почему так важно Христос сказал, я создам церковь мою, так важно понимать, что церковь – это собрание. Знаете, почему, я думаю, Дух Святой пробуждает в последнее время обратить внимание на учение о церкви? Потому что церковь с самого начала две важных вещи, которыми дьявол атаковал ее. Христос сказал, врата она не удаляет. И знаете, чем? Первое – это, чтобы уверовавшие не возрастали духовно, оставались младенцами во Христе, а младенцы, в Ефесе мы прочитаем еще, это люди, которые колеблются умом. Младенцы колеблются. Они услыхали такое толкование, они же туда. Услыхали такое, они же туда. То есть, только церковь была создана, кроме гонений против нее, церковь атаковали уже учения. И вы помните, читая послание галатам, церковь атаковала учение, что надо возвращаться к закону. И это было печально. Апостол Павел со скорбью писал, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас, Моисей, Христос, Христос, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». 4 глава, 19 стих. Друзья дорогие, церковь атаковала учение гностиков. Два века потрясала церковь, разрушала учение гностиков. Потом другие учения. Потом возникло учение, что послание Петра не надо читать. Петр отрекался, значит, зачем читать его послание. Три века христианство потрясалось, боролись читать или не читать. Кто читал, тех выгоняли, тех не принимали. Кто читал только послание апостола Павла. Вот за это, то есть учение, ветры учения, они атаковали церковь. Лжеучения атаковали церковь. Учение о том, что Христос прошел не во плоти, а в духе. Об этом Иоанн пишет в первом послании своем, что так узнавать дух антихриста. То есть, друзья, одна сторона дьявола атакует церковь учениями неправильными, и как не попасть в это? надо знать Писание, надо знать Слово Божье. Когда мы знаем Слово Божье, это гарантия. Когда дьявол пришел и искушал Христа вплотную, каждый раз Христос ему отвечал на искушение, чем? Я говорю, написано. Каждый раз он говорил, написано. Друзья, дорогие, когда вы будете отвечать любому уже учителю, написано, когда мы будем знать все Писание, а не фрагменты только Писания, будем знать все Писание, а не только фрагменты, мы легко будем отличать ложные учения, мы легко будем отличать ложные веяния, направления, знаете, каких только нет. И кажется, такое красивое есть, но переставляется снова на голову идея сама, и выпячивается в отдельную структуру этой идеи, и потом церковь начинает потрясать, церковь начинает разрушаться. Есть книжечка, многие получали, автор неизвестен, но маленько-маленько написанная, она была, то есть, издана была первый раз в 1915 году «Свет и тени христианского пути». И там пишет, одна из опасностей для уверовавших, одно из направлений ложных, это играть на одной струне, перекос. Человек взялся, закон, и только в законе, суббота, только в субботе, там кто-то учение о социальном направлении церкви, только на этой струне играет, и так дальше. Да, другие, тело из многих, направлений много. В церкви большие задачи, но они разносторонние. И вот сосредоточиться на одной какой-то истине, это уже зарождается новое лжеучение, когда начинают учить. Потом церковь, которую учат, ведь сама идея церкви Христос имел в виду, это собрание, это слово значит собрание. Вы знаете, братья и сёстры, наша церковь поместная, она историческая. Она первый дом, который был построен, первое посвящение молитвного дома было в августе 1908 года. Собрались братья, приехали известные благовестники, проповедники, струнный оркестр создали специально, небольшая была еще церковь, но уже играл струнный оркестр, приехали гости еще способные играть, и было торжественное посвящение молитвного дома. И это постепенно, постепенно эта церковь приобретала известность, она возле вокзала была, поселок был еще, домов не было многих, у нас почему улица аэродромная, а знаете, тут аэродром был перед войной, тут были, еще домов не было, еще на некоторых участках, друзья, дорогие, но церковь, то есть дом, где собиралась церковь, начала собирать жителей Запорожья, и собирались, и дом был переполнен всегда, и проезжали с дальних мест, вот это до следующей улицы был наш участок, и знаете, для чего этот был участок, там было два колодезя, где воду брали, глубоких колодезя, по 40 метров до воды, и это была стоянка для бричек, ведь проезжали то не на машинах, на лошадях проезжали, и до степной у нас была стоянка для транспорта, лошади, там были специальные привязки, куда привязывали, и то все, все было под водом, и так свидетельствуют исторические наши записи, это была большая стоянка. Потом, друзья, вы знаете, что лошадей в советское время считали средства производства, конфисковали во всех, и люди стали приходить думаете пешком. И со всего города, я удивляюсь, не было церкви на Павлокичкосе, не было церкви на правом, откуда приходили, через, когда в 20-м году плотина была построена, приходили из пригородов, мне рассказывали, из Каменского даже приходили, 50 км, то есть 30 км, нужно было идти 8 часов, 9 часов подряд, и приходили на собрания, и туда ходили, там уже в 29-м году началась церковь тоже, то есть все ходили пешком, и дом молитв был забит, был забит, когда перед войной, в 39-м году закрыли власти, один из последних в Советском Союзе был закрыт наш дом в октябре, 1939 года, повесили замок, опечатали, верующие не перестали собираться, верующие собирались по квартирам, и церковь имела 50 домашних групп, это по архивным документам, которые хранятся в НКВД, в те времена допросы, адреса, записывали, кто ходил в какую группу, квартиры забирали даже, верующие не могли не собираться. И когда в 46-м году Сталин в конце войны пообещал второму фронту западным странам, что он разрешит свободу, поэтому помогли открыть второй фронт, дать свободу в расповедание. И когда в 46-м году разрешили регистрировать церкви, то в Запорожье сразу образовалось несколько. На зеленом, на красной, дальше на зеленом сразу же был восстановлен этот молитвенный дом в 46-м году, начались собрания, начали в других местах еще. Дорогие друзья, там и очевидцы мне рассказывали, я застал этих очевидцев. после войны, когда еще маленький мой отец приезжал сюда, здесь нельзя было проткнуться в любое собрание, в субботу, в четверг, вторник, в воскресенье два, пять собраний в неделю. И нельзя было, мы пока с поезда придем, уже не могли зайти, забито было всегда. Не было балконов тогда, знаете, и верующие проходили с самых разных мест. И знаете, возле дома молитвы не было ни одной машины, потому что их не было ни у кого. Потом у одного брата появился какой-то старенький автомобильчик, москвич, это он привозил старичков сюда, одна машина стояла. 60-е годы, ну, может, два автомобиля было, Люда помнит уже немножко, а все остальные в основном пешком. Откуда только они шли. С Шевченковского, с Тепличного, там не было церкви, с Балабино, вот, всюду-всюду люди проходили пешком. Это было так и в Каменской церкви. помню, спрашивает дядя мой на членском собрании сестру Нину. Нина, сестра, скажите, пожалуйста, во сколько вы выходите, чтобы не опаздывали? Она никогда не опаздывала в собрании. Он хотел обличить тех, кто живет рядом и опаздывает. Говорит, во сколько вы выходите из дома? Она говорит, я встаю три часа, в четыре выхожу, и поэтому я вовремя в девять часов уже в собрании. Друзья, дорогие, люди ходили пешком, люди ходили восемнадцать, двадцать километров, выходили очень рано, люди проходили, и люди очень ценили собрание. Люди настолько ценили собрание, что почему нам разрешили реконструкцию сделать второй этаж и тут деревянную пристройку сделать из кирпича. Знаете, почему? Потому что однажды в давке собрания умер один брат. Такая была давка, такая духотища была, никаких вытяжков в потолке, люди шли. В субботу пять часов вечера собрание, и оно было переполнено. Оно власти жила, тут не помню. Я почему это говорю? Потому что церковь это собрание. И если человек живой духовно, его будет влекти в собрание. Его будет влечь. Когда я ездил по командировкам, я приезжал на сутки, на двое в какой-нибудь город, я искал церковь, где бы попасть в собрание. И было чудно, когда я попадал. Когда мой отец ездил много по командировкам, он приезжал и искал собрание. Где собрание, у него было много друзей везде, потому что он находил собрание, он туда шел, и собрания были всегда переполнены. Братья и сестры, церковь живая, она по природе своей, ее влечет в собрание всех. Это ее структура, это ее дух, это так было всегда. Когда были опасности, когда были запреты. Я служил в армии, собрание было в горьком, 70 километров от части. Я нашел меня брат, который показал дорогу. Мы с ним выходили 5 километров лесом, 70 километров попутками, и мы старались попасть, взять увольнение, попасть на собрание. Нас влекло, влекло, потому что мы дети Божьи, мы церковь. Если вас кого-то не влечет, если по какой-то причине нет этого магнита, влекущего собрание в церковь, надо проверить. Взятие церкви будет собрание на облаках. Об этом написано. Это будет собрание на облаках. И те, кого не влекло тут, оно не повлечет и туда, останутся на великую скорбь. Потому что церковь это собрание душ живых. Это очень важно понимать. И поэтому Ефесианам 4 глава с 11 по 16 стих здесь написано, смотрите, и он поставил одних апостолами, они были первые апостолы, других пророками. Братья, пророки это не предсказатели. Пророк, что делал пророк? Он получал слово от Бога и говорил слово народу. Пророк это проповедник. Но теперь мы получаем слово от Бога написанное и передаем. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 3 стих. Вот все проповедники читающие слово Божие должны помнить Божий принцип. А кто пророчествует, то есть говорит людям, кто передает слово, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Три принципа, которые должны быть в каждой проповеди. Это назидание, в украинском сбудование. Это то, что устрояет нашу веру. Поэтому мы передавая Слово Божие, Бог поставил одних пророками, других, мы читаем Ефесианам 4,11, снова возвращаемся, других пророками, иных евангелистами, которые рассказывали путь спасения, иных пастырями, иных иных, и учителями. Для чего? Смотрите, обратите внимание, для чего? К совершению, то есть завершению, к созиданию, к устроительству святых на дело служения для созидания, то есть будувания тела Христового. Это церковь. И дальше мы читаем, доколежь все придем в единство веры, то есть сильная вера во всех будет, и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. То есть уверовали, растите. И дальше мы читаем, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали. Не возвращали, а то мы часто думаем возвращали, там возвращали, растили в того, который есть глава Христос. Церковь всех растит по Христе. Вот задача Церкви, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких, обратите внимание, всяких, взаимоскрепляющих связей. При действии в свою миру каждого члена получает пророщение для созидания самого себя в любви. Ну, до сих пор. А дальше, извиня, уже читали, читал, брат, немного дальше. Обратите внимание, что Бог поставил и для чего? Для созидания, чтобы вера росла. Поэтому, кто пророчествует, коронежно пишет апостол Павел, он не просто там язык незнакомый или что-то придумывает. Нет, он говорит людям назидание, а потом увещание и утешение. Скажите, пожалуйста, кто сегодня из нас не нуждается в утешении? У каждого свои горы, свои переживания, у каждого свои слезы. Посмотрите, сестринские группы, областные, местные, сестры делятся. Не все пишут, у кого там заболел мальчик, внук, девочка, еще кто-то. Не все, но у многих. Не все свои болячки пишут, но у многих что-то болит. Не все пишут, о ком молиться, чтобы покаялся, но у многих есть о ком молиться, да? Если вдуматься, если присмотреться, скажите, кто из нас сегодня не нуждается в утешение, чтобы нас утешил Господь. Нас. Когда мы утешены, мы учимся утешать других. Утешать. Когда мы утешены, мы утешаем других. А поэтому пророчествовать, это говорит людям назидание, то есть говорить истинное Боге, которое созидают увещание. Обратите, увещание тоже надо. Надо говорить, покайтесь, надо говорить, проснитесь, надо говорить, читайте слово, надо говорить о том, какими словами мы дома пользуемся, какое настроение у нас, как мы живем и так дальше. И обязательно Слово Божие подводят к утешению. Если бы Господь нас не утешал, друзья, если бы мы были только теми, которые увещевают, я помню, был у нас один брат, он был диаконом, потом даже немножко пресс-фитером избирали, потом из-за брака он был освобожден от этой должности, но он в проповедях очень любил бичевать. Помню, закончилось собрание, подходит одна сестра, пожелая мне, и говорит, Леонид Алексеевич, как хорошо сегодня брат бичевал всех, как хорошо бичевал. я посмотрел на нее, говорю, это потому, что не вас, если бы вас, вы бы не подошли ко мне, это хорошо, что не вас, друзья, дорогие, Бог нас прозвал, да, иногда надо, иногда детям роза нужна, но не с утра до вечера, да, иногда нужно, иногда нужно наказывать, ну, не постоянно, детей кроме того, что наказывают иногда, их кормят, их одевают, их по головке гладят, да, без этого быть не может, сначала кормят, сначала оденут, потом мучат, увещевают, но дети нуждаются в утешении, когда ребенок, посмотрите, где-то гуляла девочка, или мальчик бегал, что-то там строил, и вдруг перецепился, расшиб колено, куда бежит мама, я помню, мы тоже дети были, нас пятеро, наши, соседские были верующих, мы гуляли, и один мальчик тоже пришел, мама верующая, и он взял большую кость, подходит к моей сестре, говорит, а ну боишься? и ударил ее по лбу, старая кость, высохшая какая-то лежала, бурение, и рассек, он говорит, я думал, ты уклонишься, а ты не уклонилась, и что, это было метро триста от дома, и сестра моя побежала, кричит, мама, она все и побежала домой, а мы за ней оправдываться, и все прибежали к маме, да, почему, мама утешает, мама учит, мама наказывает иногда, и вот все нуждаются, что бы ни случилось, все бегут к маме, к папе, найти защиту какую-то, поэтому мы для чего в Бога веруем, мы спасены, мы научены, и мы утешены, мы утешены Господом, поэтому и пишет апостол Павел, что кто пророчествует, говорит, назидание, увещание, надо тоже и утешение, это церковь, братья и сестры, и он поставил разное служение, мы должны с этим считаться, и он поставил разным, на разное дело нас, мы должны считаться, и почитайте, вот сегодня читалось из 12 главы Познания Крымином, и там дальше, если тебе вот это поручено, то это делай, этим занимайся, в усердии не ослабевайте, так написано, да, поставили, убирать, упираешь, поставили, пищу готовишь, поставили на пульт сидеть, сидишь, и всегда, каждый раз на своем месте сидишь, молитвенник, братья и сестры, я очень ценю людей, которые знают силу молитвы, на молитвенниках держится церковь, те, которые молятся за закрытой дверью, те, которые знают, что такое закрытая дверь и молитва в тайне за церковь, за меня, за моих детей, за моих внуков, за служителей, за каждого больного, здорового, друзья, на них держится церковь, чтобы вы знали, поэтому церковь Иисуса Христа, это организм, это сильный, и я говорю, что, знаете, возьмите дерево, любое дерево, красуется, весной цветут, цветы на деревьях, да, потом плоды, а если бы мы видели, какой корень там, если бы мы видели корень, а корень бывает, находится, мы спилили вишню куда-то на даче, за 15 метров начали ростки пробиваться, я представил себе, это вишня стояла, а корни были далеко-далеко-далеко, друзья, дорогие, корни дерева, это молитвенники церкви, корни церкви, это ее молитвенники, их не видно, они за закрытой дверью, они молятся, друзья, дорогие, Господь поставил на разное служение, я помню, в каменской церкви, что-то произошло, один месяц, два месяца, три месяца, что-то не то в церкви, потом членское собрание оставили, что случилось с церковью, а потом один брат стоят, братья и сестры, у нас вот та сестра умерла, у нас молилась сутками, она днем и ночью молилась о церкви, она ушла в вечность, и церковь сразу ощутила слабость, она небольшая была, друзья, дорогие, корни дерева, они держат дерево, молитвенники держат дерево, и поэтому усердие не ослабевайте, молитесь дома о проповедях, молитесь о церкви, о просветерах, о дьяконах, о молодежи, друзья, дорогие, мы способны критиковать молодежь, а за них молиться нужно, мы способны, знаете, критически оценивать, народ способен говорить, кто на кого похож, на Илью, на Иеремию, на кого, но открыто было только одному, открыто тем, которые в близких отношениях с Богом, мы будем сейчас молиться, друзья, я хотел бы, чтобы в церкви, значит, много можно читать еще о церкви, можно много читать о том, что церковь нуждается в защите от дьявола, от ложных учений, она нуждается в духовном росте, и члены церкви должны духовно возрастать, только недавно покаялись, они дети Божьи, они члены церкви, такие, как мы, но они дети, они младенцы, их легко поколебать, их легко, у нас, когда было пробуждение в 90-х годах, я заметил одну вещь, каятся люди, а потом через время куда-то исчезают, вот начали ходить и исчезают, а потом я заприметил, на передних рядах сидело две женщины, сложного учения, они заприметили, они видели, кто выходит каяться, приходили в следующий раз, если та душа тут, а, значит, будет ходить, после собрания они там за оборотами подходили, говорили, вот ты принял Христа теперь, или приняла, но это же не все, надо же еще крещение Духом Святым, а что, это новая душа, а где, приходи к нам, и уводили, и уводили, и науводили много, пока мы их нашли, заметили и сказали, чтобы вас тут больше не было, мы их обнаружили, и свет изгоняет тьму, как обнаружили, так они перестали ходить, они ловили неудвержденные души, только уверовали, они, если бы ко мне подошли, я бы им место нашел, я бы сказал, это ерус, заблуждение, а у них неудвержденные, только покаялись, они ловили и уводили, потом появились еще две, которые уводили в другое место, говорил, тут воскресенье чтят, но субботы нет, вот надо туда, начали туда уводить, мы снова обнаружили, то есть, друзья, дорогие, дабы не были младенцами, Бог поставил всякое служение, дабы не были младенцами, и вот мы, задача церкви, друг друга видеть, любить, поддерживать, чтобы не были младенцами, молиться друг у друга, и быть внимательными тоже, бодрствовать всегда, и так дальше, но есть взаимоскрепляющие связи, связи, они, друзья, в церкви, не в малых группах, там связи в венечке вяжутся, а поле, которое Господь собирает, вот оно здесь, церковь, и когда церкви переполнены, скамейки, ряды, собрания, это церковь живая, это правильно наученная церковь, потом, люди ценят общение поза церковью, всегда ценилось общение по домам, оно всегда ценилось, но в первую очередь, всегда ценилась церковь, и дьявол делает так, чтобы церковь не ценилась, чтобы ценилось другое, поза церковью, и все, и получается, как с той женщиной, которую прошла мертвая под утро, домой в книге судей, муж отрезал на части и разослал, друзья дорогие, но она была мертвая, мертвую церковь можно резать, живую нельзя, давайте молиться, чтобы наша церковь была живой, настоящей, скоро собрание на облаках, скоро встреча, и поэтому Господь наш учит, что церковь – это собрание, я создам церковь мою, и врата ада не удаляют ее, аминь. Давайте помолимся, и не стесняйтесь, молитесь. Отец Небесный, Господь наш, благодарим Тебя, что в этот вечер Ты даешь нам слово, даешь нам песни прекрасные, христианские, ободряющие, что Ты – надежда наша, мы благодарны Тебе, Господь, Ты – наша надежда, и помоги нам радоваться тому, что Ты создал церковь, что Ты – глава ее, что Ты сегодня в теле этим Духом Святым соединяешь, и когда болит одному, Ты делаешь, что больно и другому, потому что мы – тело Христово. Благослови народ Твой, где бы кто ни был, благослови чувствовать нужды, благослови делиться всем добрым друг с другом, то, что созидает, что укрепляет, что вдохновляет. Благодарим Тебя, Господи, за всю Твою подаренную любовь, за то, что Ты приобрел в себе церковь кровью Своею, она куплена на кресте, мы благодарим Тебя за это, Ты нас искупил. И благослови каждую душу, каждое сердце, Тебя славим за все, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.